Издательство Эксмо Артур Кларк. Космическая Одиссея Одиссея в космосе. Один. Артур Кларк отчетливо помнил день, когда заинтересовался фантастикой. 30 марта 1930 года он прочел один из первых номеров научно-фантастического журнала «Эстаундинг». Его, что называется, зацепило. Через 16 лет он опубликует в «Эстаундинге» дебютный рассказ «Лазейка», который, правда, восхищение у читателей не вызовет. Но уже второй рассказ «Спасательный отряд» запомнится многим. Галактическое сообщество шлет к Земле спасателей, чтобы эвакуировать людей перед тем, как Солнце превратится в сверхновую, но не находит на планете вообще никого. Раса, в талантах которой все сомневались, умудрилась в кратчайшие сроки построить грандиозный космический флот и эвакуировалась к звездам самостоятельно. Писатель всегда был безграничным оптимистом и верил в силу науки и разума. Природа наделила уроженца Сомерсетской деревушки блестящим умом. К своим 20 годам он успел не только поработать в британских королевских ВВС над секретным проектом радара, но и выдвинуть идею мирового радио на основе космических аппаратов на геостационарных орбитах, то есть коммуникационной сети, на которой сегодня держится мобильная связь и интернет. И это за 12 лет до запуска первого спутника. Любовью к космосу Кларк проникся с детства. Его любимыми писателями были Герберт Уэллс и Олаф Степлден. От первого он взял веру в светлое научное будущее, от второго — грандиозность воображения. Кларк всю жизнь был атеистом. Он свято полагал, что наше выживание зависит не от Бога или богов, а только от нас самих, от нашей преданности прогрессу. Наука была его религией. Он исповедовал ее ревностно и где-то наивно. Как писал его друг-фантаст Майкл Муркок, Артур предпочитал думать, что будущее будет таким, каким его видел Уэллс. Множество башковитых людей в тогах сидят и обмениваются теоремами. Поначалу научно-популярные книги Кларка вроде «Межпланетного полета» 1950-й и «Исследования космоса» 1951-й расходились лучше, чем его фантастика. Все изменил роман «Конец детства» 1953-й. Фантазия об эволюции человечества под надзором сверхправителей, превращающегося в единое сознание, которое в итоге сливается со сверхразумом. За ним последовали «Земной свет» 1955-й, «Город и звезды» 1956-й, «Лунная пыль» 1961-й. К моменту судьбоносной встречи с режиссером Стэнли Кубриком Кларк снискал известность и как популяризатор науки, и как фантаст, один из «Большой тройки», в которую входили также Роберт Хайнлайн и Айзек Азимов. 2. После «Спартака», «Лолиты» и «Доктора Стрэнджлава» Стэнли Кубрик стал всемирной знаменитостью. Около 1964 года он страстно захотел поставить фильм в жанре научной фантастики. Помощник посоветовал ему поговорить с Артуром Кларком. Режиссера идея связываться с отшельником, каким-то психом, живущим на дереве, так Кубрик представлял себе Цейлон. Поначалу не прельщало, что до Кларка, то он, едва узнав о проекте, дал телеграмму, заинтересован работе, Анфан Терриблем. ТЧК, свяжитесь с моим агентом. ТЧК, почему он думает, что я отшельник? ВПРС. 22 апреля две знаменитости встретились в нью-йоркском ресторане и убедились в том, что понимают друг друга. В феврале 65-го года газеты написали о том, что Кубрик снимет на студии MGM крупнобюджетный фильм «Странствие по ту сторону звезд», по роману, написанному в соавторстве с Кларком. Рабочее название фильма придумал Кубрик, и Кларку оно не нравилось. Альтернативами были «Туннель к звездам», «Вселенная» и «Планета пад». В шутку Кубрик и Кларк называли проект «Как была завоевана Солнечная система», по аналогии с культовым вестерном 62-го года «Как был завоеван Запад». С темами Кларк определился сразу. Прошлое и будущее человека в космосе. Наше место в иерархии Вселенной, вероятно, невысокое. Реакция человечества на высший разум. NF-фильмы всегда означают чудовище секс, и мы решили поискать для нашего фильма другой жанр. Кубрик добавлял. «Это космическая Одиссея, почти как у Гомера». Отсюда и возникло впоследствии название «2001. Космическая Одиссея». За основу сценария решили взять рассказ Кларка «Часовой», написанный в 1948 году. Поначалу работа шла весело. Соавторы отмели несколько задумок, в том числе об инопланетных машинах, для которых органика — это болезнь. О людях с другой звездной системы, потомках людей, вывезенных с Земли. О том, как 17 инопланетных черных пирамид разъезжают в открытых машинах по Пятой Авеню, а на них смотрят ирландские копы. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...